Всем привет, родные мы! Я сейчас нахожусь в Москве. Меня пригласили на итоговый форум такси. Для меня это вообще шок. Меня пригласили спикером. Я должна была толкать какую-то речь. В общем, было очень страшно, но было безумно интересно. Я вот рассказывала про безопасность в такси, предлагала какие-то разные новые штучки, чтобы было гораздо проще работать водителем. Мы обсуждали кодекс поведения водителя такси и пассажира. Кстати, кто не знает, этот кодекс не так давно выпустили. И очень круто бы, чтобы каждый человек его почитал, потому что благодаря этому кодексу стало бы гораздо меньше проблем и конфликтов в такси. И я еще рассказывала про детский тариф, про то, что действительно ездит очень много детей. Не один, не два ребенка, а бывает три-четыре. И не хватает кресел, водитель не может столько кресел с собой таскать. Короче, было очень интересно. Я все у себя в инстаграме показывала. Кто подписан на мой инстаграм, те молодцы. Кто не подписан, подписывайтесь, смотрите, следите за всем. Также хотелось бы по поводу кнопки СОС, то, что я говорила, было бы здорово, если бери эту кнопку, потому что бывают пассажиры действительно очень нетрезвые, которых никак не выгнать из машины. То есть вы там пытаетесь, ну я же не могу сказать, все, давайте идите отсюда. Как бы, ну нужно же все-таки, да, это же сервис, нужно очень культурно все это объяснять. Вот, и если бы подъезжали помощники, скажем так, да, и помогали вытаскивать тела из машины, то было бы очень здорово. Это я показала вам маленький кусочек своей речи про введение кнопки СОС. Там не совсем было понятно. Суть в том, что я предлагала ввести кнопку СОС в сам таксометр, чтобы водитель мог нажать на кнопку СОС, и водители такси, которые находятся поблизости, приехали на помощь. Как вам моя такая идея? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете по поводу кнопки СОС. Я сейчас нахожусь уже в Питере, не в Москве, и мы с вами поедем таксовать. Только хочу предупредить, что этот ролик собран из двух смен. Одна смена была до поездки в Москву, до снега, а вторая, собственно, прямо сейчас. В общем, желаю вам приятного просмотра, и поехали смотреть видосик. Я сейчас проезжаю мимо Люкс Авто. Кто не помнит, это работа вахтой в такси, я недавно рассказывала вам. Давайте сейчас мы завернем к ребятам и узнаем, сколько они действительно зарабатывают. Ребята, приветчики. О, здрасте, здрасте. Слушайте, я тут рассказывала про работу вахтой, и многие мне не поверили, что можно нормально зарабатывать. Вы можете показать свои таксомиты? Ну, пойдемте, пойдемте в домик. Пойдем, пойдем. Кстати, оцените, какой дом у ребят. Новый, свежий ремонт. У каждого водителя своя кровать, свой шкафчик. Так, Эдуард, значит, у нас с 21 ноября заработал 67 тысяч. 7 тысяч рублей. Это за ноябрь, а за декабрь сейчас? А за декабрь, на сегодняшний день, сейчас включится. Вот, 43 тысячи за декабрь. А сейчас на минуточку какой там? Сегодня 7 декабря. 7 декабря сейчас. Так, Денис у нас за ноябрь заработал 127 тысяч рублей. Круто. С 15 по 21 заработал 48 тысяч, с 22 по 28 50 тысяч и с 29 по 5 декабря 49 тысяч. За декабрь сейчас 44 уже тысячи, хотя сейчас всего только 7 декабря. А я еще поймала управляющего вахтой Василия, и он сейчас расскажет, сколько чистыми зарабатывают водители. Василий, мы вот сейчас посмотрели таксометр, да, и сколько от этой цифры водитель чистыми зарабатывает. Скажите, пожалуйста. Всем привет. Ну, это обговаривается даже на сайте и в описании о том, что у нас план 6 500. Все, что водитель зарабатывает выше, зачисляется в виде премии. А вот у Дениса, да, 127 тысяч за ноябрь, это сколько он вообще зарабатывает? Ну, получается, оклад 70, ну и премиальная часть, но в данный момент она у него уходит порядком 20 тысяч. То есть 90 тысяч чистыми он заработал за ноябрь? Середина ноября. Ну, вот так вот, ребят, вы все слышали сами. Тот, кто хочет зарабатывать, тот заработает. Если вам подходит работа вахтой, то переходите прямо сейчас по ссылке на сайт Люкс Авто и оставляйте заявку. Если у вас остались какие-то вопросы, можете позвонить ребятам, задать любые вопросы, вам ответят, потому что компания Люкс Авто это лучшая компания для работы вахтой в своем деле. И да, не путайте, пожалуйста, компанию Люкс Авто ни с какой другой вахтой, потому что именно на этой вахте люди зарабатывают. Ну, а я поехала дальше таксовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сиди. Чего? Это удивлен. Да? Даже ноги отрехнула. Спасибо большое. Спасибо. Вы можете подвинуть сиденье, как удобно, а то неудобно так. Так, аккуратно, там машина, стойте, стойте, не открывайте. Вот сейчас, вот сейчас можно. Можно быстренько дверку открыть, закрыть, давайте закроем, открыть. Это нормально все. Не, не, она не закрылась, дверь не закрылась. Давайте. Ага. Все, отлично. Вот, видите, точка у вас стояла? Вот здесь вот. Не на перекрестке вот здесь, а вот здесь. Ну, я понял. Угу. Что делаешь? Я еще так. Работаю. Таксуешь? Надоело? Да нет, надоело. Нет, надоело. Ты до речи пропал. Серьезно? Я тебя обозорю. Сколько евро сейчас? 690. А, сколько евро сейчас? Я даже не знаю. В 84, наверное. Блин, не забыл. А вы в евро хотите со мной расплатиться? Я с тобой вообще хочу расплатиться. Блин, ты что-то не раздеваешься, что-то. Все, все, все. Давай заглубимся. А? Давай заглубимся. Что сделаем? Давай заглубимся. Заглубимся? Ну. А что значит заглубимся? Я с такой терминологией. Куда тебя пригласить? Не сильно. В смысле, так я замужем вообще. Куда вы меня пригласите-то? Блин, ну вообще печально. Не, не печально просто. Для вас печально. Для меня вообще просто не удача. Вы так деньгами не светите. Да я знаю. Да, это вам повезло, что я с вами. Меня обычно так не трогают. Такие суммы большие там у вас крутятся. О, нормально все. Ну, у меня просто настроение хорошее. Пойду, живем все. Пойду, живем все. Да, просто так давайте. Нет, просто так не хорошее тебе. Как это не хорошее? Я вас... Да час двадцать шесть уже. Ни хрена себе я вас везти буду. Жесть. За шестьсот девяносто рублей. Представляете? А я несправедливо вообще. Вот нахуй ты это делаешь, а? В смысле? Ну, ты хороший человек. Я знаю. В общем, хотелось. Муж, ну, беда, я в той. Ну, муж это не беда. Грылась в голове. Да не могу, а как я в голове. Это вообще такси, как снег на голову влить. Что подурачимся? Чего? Подурачимся. Что? Подурачимся. Подурачимся? Угу. Пытаться или все-таки напрямую сказать? В смысле? Ну, скажите, скажите, как есть, что-то вводить. Сознавал бы. Ну, говорите, что хотите. Не съел бы. Что съели бы? Меня бы съели бы? Ну, конечно. А, ты записываешь это все влюблевательно? Я бы съел. Я несъедобная для чужих мужчин. Вот для своего мужчины очень съедобная. Да-то. Для чужих нет совсем. Ты же еще прикусы не чувствовал? Много же этих девчонок по вызову, можно их... Много же этих. Много же этих. Да, можете выбрать, там, на сайтах есть, там, еще где-нибудь. Ты только приколиваешься, стой. Ты что? Я тебе так полно. Ну, так, полно. Ну, удивлен. Угу. Есть такси, прикольная девочка. Угу. Просто если я изначально выбрала такси, это значит, что я не... Не за... Как вы там сказали, прикольнуться, съесть, что вы там сказали? Ну, сажу, вы их только есть. Ну, вот я и говорю, что... Довольный бульс-то я вообще не знал ничего. Ну, хотел бы. Да много чего хочется, конечно. Кольню. С ливнями потечь хочется. С ливнями потечь хочется. Хрена себе вы отжигаете фразочками, конечно. У нас с вами еще долгая поездка впереди. Да? Угу. Сейчас ехать, да. Ну, давай тогда сейчас и выскочу в Москву с полограмма. Давай быстрее будет. Остановишься в Москву. Угу. Вперед? Да. Конечно. У нас тем более... Все полетел. Спасибо. А как надо поездить? Да, блин, ты жена. Да, замужем. Ладно. Спасибо вам большое. Спасибо. У меня все хотят на долгую поездку. Ну, хорошая фраза. Что меня заедут? Все, ладно. 220 рублей в итоге посчитал таксометр. Мы не поехали до конца. А так поездка, ребят, стоила бы 690 рублей. Что еще раз? Ну, что, надо ты сам телевизор запустить. Вы телевизор хотите в солярисе? Ну, да. А что сейчас это самое? А пусть мы еще. Скоро, что такие девушки, это самое. Ну, просто я... Ну, телевизор-то огромный. Да не, он нормальный. Ну, вы не поместитесь с ним. Поместитесь. Только один человек поезд. Один, конечно, я не поеду. Один человек поезд. Ну, просто для таких больших телевизоров нужно заказывать тариф грузовой, там, я не знаю, доставка. Да мы откинем и все. На все оплатим. Да. Так что за все платят? 455 рублей все стоит поездка. Ну, да платим вам что? Один человек поедет. На земле стоял. Где на земле? Вот, сейчас он на земле стоит. Ну, стоит, что, потрел. Ну, испачкает сиденье мне. А, потрел. Угу. Сколько доплатите? 100 рублей. 100 рублей всего? А сколько вам надо? Ну, давайте вот... 145. Хорошо. Вот, 455 плюс 145, чтобы была ровная сумма прям вот. Какая ровная? 145 плюс 145, это получается? 600 рублей ровно. Нет, это не получается. Почему? 455 плюс 145, это 600. Через 45 плюс 145, это сколько получается? 455 плюс 145, получается ровная сумма. Хорошо, а если вы такие вот... Так, куда вам на руки телефон? Ну, назад на руки. Это телефон у нас, если что. Да, давайте сейчас я... Самсун, самсун в последняя модель. А, прям багажник будете прям туда? Ну, вы, конечно, затейники. Тебе вообще повезло, с такой девчонкой ехать. А как потом мужчина один будет вытаскивать? Да, вытащим. Да. Если что, денег не будет, приезжайте сюда. Да? Нет, все у нас есть. Все, ладно, хорошо. Я же все. Налево, 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 да. Там просто тоже ворота. О, ворота. Мы откроем их. Ну, для машины, да, вы имеете в виду, откроем их? Ну, да, сейчас я выйду. Ну, я не стала, на самом деле, брать слишком много с мужиков, потому что заказ и так стоил, на самом деле, нормально. Потому что обычно такие заказы стоят около 200 рублей, а тут 455. Вот, то есть это нормальная цена, и поэтому я прибавила не так много. Ну, что, ребята, поездочка стоила 455 рублей, плюс мы договорились еще на 145, чтобы было ровно 600. Но мужчина мне все-таки оставил 1000 рублей, за что ему огромное спасибо. Вот, потому что все-таки я помогала сейчас вытаскивать этот телевизор. Сама собирала сиденья, хотя на улице прохладненько, дождик. Вот, так что косарик заслуженный, ребята. Способ оплаты изменен на наличные. Я извиняюсь, но твоя плачка стала... Не карта, не плачка. Ну, как это? Кэш. Кэш, кэш, кэш. Кэш, кэш. Это нормально. Мы можем понять, что ты очень хорошо. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Ну, чуть-чуть, немного. Денький язык. Да. Я знаю, что я знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9. Очень хорошо. Да, да. В 5 классах я учусь. Как это? Learn English. Deutsch English. Вот. А, how to say... In Deutschland? My name is Olga. Mein Name ist Olga. Mein Name? Mein... Как тебя зовут? Mein... Меня зовут Рене. Yes, good. Very good. 1, 8, 3. Yeah, that's fine. Yes. It was a great pleasure. Thank you for your ride. Thank you for you. Так, свет. The light. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Так, как там? Короче, всего хорошего. Как это сказать? I don't... I don't... Thank you. Thank you. Thank you very much. Good night. Good night. Yes, yes. Why? Прикиньте, немцев везла, ребята. И еще пыталась с ними разговаривать. Но английский очень плохой, правда. Я вообще ничего не помню. Для меня это очень было сложно. Но самое главное, что мы хоть как-то понимали друг друга. Это прям прикольно было. Во время поездки, кстати, оплата изменилась с безналичной на наличную. Я забыла, как будет, конечно, на английском. Вообще забыла реально английский язык, потому что я им не занималась. И вы знаете, my name is Ольга. Hello. Все. Ну, нет, я реально знаю нормальный язык. Знала раньше. Просто я им не занимаюсь, не практикую, не разговариваю. Естественно, у меня все забудется, и я ничего не буду знать. И они, получается, оплатили мне 200 рублей, хотя поездка стоила 183. И сверху еще дали 100 рублей. Спасибо. Было очень приятно. Ну, так, у вас вот эта парадная, правильно? Да, приехали. Замечательно. У вас оплата наличными, да? Да, наличные. Сколько я обязан? 173 рубля. Значит, у меня только 5000 рублей. У вас 5000 только? Да. Блин, а у меня... У меня размена. Не будет у меня размена. Ну, я не знаю, это ваши проблемы. Блин, ну, вы бы заранее сказали, мы бы заехали. Почему я должен говорить? Ну, потому что не всегда у водителя есть размен с 5000. Почему я должен знать, что у водителя? Я не понял. Слушайте, ну, я вас понимаю, что это моя проблема, что у меня должен быть размен. Но просто по-человечески, да, 5000 в экономе, когда стоимость заказов такая маленькая, 5000 у меня может просто не быть. Я по времени уже опаздываю. Ну, я понимаю, я тоже, у меня следующий заказ прилетел. Так хорошо, что будем делать? Менять ехать, что делать? Тратить время. Вот нормально, он попал. Еще раз связался. Возьмите, пожалуйста, твой обратный, чтобы не потерять деньги. Расскажите, потом я у вас забрала. Сейчас я посмотрю, здесь ближайший магазин. Не, просто если бы вы заранее сказали, то вообще бы никакой проблемы не было. Спасибо вам. За что спасибо? Если бы еще раз нам связался. Так, ну, за что спасибо-то, я не понимаю. За такое обслуживание. Обслуживание. Какое обслуживание, простите? Ну, я считаю, не на уровне. Ну, так у вас вообще тариф эконом. Какое это может быть обслуживание? Тут, как говорится, довезли, спасибо. Вот, магазин как раз. Ну, что, вы тогда пойдете? Я никуда не пойду. Почему? Это ваша проблема, потому что у вас нет сдачи. Все. Ну, я понимаю. Я все сказал. Ну, смотрите, здесь просто сейчас машина поедет, и все. И мне нужно куда-то сейчас припарковаться. А так бы я бы сидела за рулем и отъехала бы. Делайте, что хотите. Подождите тогда, пожалуйста. Мне нужно припарковаться сначала. Пожалуйста. Пожалуйста. Мне придется машину заглушить, потому что я не могу оставить заведенную машину. Заглушайте. Все. Все, я пошла. Ну, что, мне никто ничего не поменял. Я так и знал, а? Да, единственный вариант, который я сейчас вижу, это вот заехать на заправку. Потому что там я просто заправлюсь рублей на 200, и мне дадут сразу сдачу. Потому что если бы вы заранее сказали, то мы заранее бы заехали и разменяли. Хватит. Ну так и кричать не надо на меня. Я вообще сейчас бесплатно катаюсь, вас вожу туда-сюда, чтобы разменять эти деньги. А мне время. Время мне дорого. Так у меня так же дорогое время. Кто будет мне сейчас заплатить за то, что я с вами вот сейчас езжу? Все. Все, и так точно. Или вы думали, что мне дадите 5 тысяч, я скажу, не надо ничего? Да, да. Я только на это рассчитываю. Угу. Сейчас, ну, деменек. На заправки точно дадут сдачу. Ну, посидите тогда, ладно? Ну, уж посижу. Ой, боже мой. Ну, денек. Все. Вот, возьмите. Сука, как чудо совершилось. Сейчас я вам еще 20 кивлей найду. Ну, уж не надо 20 рублей. Не надо 20 рублей? Ладно. Спасибо большое. Все, поехали. Минут 20, наверное, мы потратили с вами, да? Я надеюсь, что пассажир, который заказал заказ следующий после вас, он уже отменил его. Я виноват. Нет. Тут сложно сказать, кто виноват. Тут, понимаете, я могла иметь эти 5 тысяч размена, но отдать другому человеку до вас. У меня заказы заказом. Я же не банкомат, который все время будет снимать деньги, понимаете? Ну, это и вам урок. Ну, а что, мне постоянно по 5 тысяч, что ли, менять? Я наелся. Просто на такие ситуации лучше предупреждать заранее. Ну, правда, вот по-человечески, если так рассудить, то лучше предупреждать заранее. Так, вот эта парадная. Все. Как будто еще один заказ свой был, милая. Ну, вот, ну, слава богу. Что я могу сказать? Зеленого пути вам. Спасибо большое. Не забуду эту поездочку. Я тоже, да. До свидания. До свидания. Почему-то хлопать-то. 20 минут я потратила на размен денег, потому что не в каждом магазине готова по 5 тысяч делать размен. Я пыталась там воду купить. Ну, как вы понимаете, да, что мне, короче, отказали. И в итоге пришлось ехать на заправку. На заправке женщина очень долго проверяла эти 5 тысяч, там, с лупой стояла. Слава богу, разменяла. Но в чем суть? Вот, реально, если бы мужчина заранее бы сказал, мы бы не потратили эти 20 минут сверху, мы бы потратили минут 5. Мы бы заехали, вот здесь куча всяких магазинчиков, каких-то шаверм, там, не знаю. Мы бы заехали и разменяли, да. А так пришлось. То есть, вот мы доехали до конечного адреса, он мне дает деньги, и мы едем, думаем, как поменять. То есть, с одной стороны, я согласна, что у меня должен был быть размен, но не такой большой все-таки 5 тысяч, это реально много. Ну, правда, много. У меня, знаете, даже была такая мысль, что этот дедушка специально дал 5 тысяч рублей, чтобы я ему сказала, да не надо ничего, типа, до свидания, чтобы время свое не терять. Но хрен там, хрен там. Вот представьте, таких 5 человек будет, да, и что, я 500 рублей потеряю, даже чуть больше. Ну и на этом моя сегодняшняя смена подходит к концу. Спасибо вам огромное за то, что досмотрели этот выпуск до конца. А сейчас подведем с вами итоги, сколько я заработала. Я выполнила 16 заказов до 12, после 12 3 заказа, то есть я выполнила всего 19 заказов, после 12 154 до 12 4 917. И это получается 6071 рубль. Это сумма, которую я заработала с вычетом комиссии Яндекса, с вычетом комиссии таксопарка, но без вычета бензина. Проехала я 258 километров. Расход, конечно, всего сейчас 8 литров, да, написано. Но были моменты, когда у меня было даже 13 литров расход из-за пробки, из-за того, что постоянно нужно было там трогаться, а там был снег, каша, было очень тяжело. Поэтому давайте расход возьмем где-то 10 литров примерно. То есть 10 плюс 10 плюс 5, получается 25 литров я потратила на 258 километров. Умножаем на 51 рубль, это стоимость 95-го бензина, получаем 1275. На самом деле можно даже округлить до 1500. Ну вот, на самом деле реально я 1500 потратила на бензин. И теперь из моей общей суммы 6071 рубль мы вычитаем 1500 на бензин и получаем, что мой чистый заработок за 9 часов 4571 рубль за 19 заказов. Вот, по эконому я сегодня работала. Честно вам скажу, хороший заработок. 4500 по эконому я не видела давно, правда, не видела давно таких сумм. Вот, ну у меня на самом деле были хорошие заказы. Дальничок там, по 1000 рублей заказы, по 800 рублей заказы. То есть в принципе, в принципе это хорошо. Были, конечно, и мелкие заказики. Но видите, мне повезло, когда были пробки, там заказы были вот по, где-то примерно там 250 рублей, 290 рублей. Вот, то есть в целом за 200, это уже хорошо. Так, ну все, все вам рассказала, все показала. Очень надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний видосик. А если он вам понравился, то пожалуйста, поставьте лайк. Вам не сложно, а мне вообще-то очень приятно. И, конечно же, пишите комментарии, все, что вы думаете по поводу сегодняшних ситуаций у меня на смене в моем видосике, по поводу моего заработка. Если вы таксуете, то напишите, пожалуйста, сколько вы зарабатываете. Мне очень интересно сравнить. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал. Очень вас прошу, потому что ролики у меня выходят совсем не по расписанию. И чтобы не пропустить новый видосик, обязательно подпишитесь. И можете даже колокольчик поставить, чтобы уведомление пришло. И, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм. Там очень много лайфа. Все, кто просят у меня снимать влоги, просто подпишитесь на мой инстаграм. Все, всех люблю. Пока-пока.